Регулятор верхней нити на швейную машинку Чайка 134. Неправильно собран совсем. Пружина слаба. Берем, разбираем. Эта часть должна стоять не здесь. Снимаем тарелочки. Нужно подтянуть пружину, она совсем слабая у нас. Вот винт у нас. Берем вот так вот, ложим отвертку и откручиваем. Вот у нас пружина. Немножко ее надо бы подрифтовать. Так вот, подровняем ее чуть-чуть. Вот здесь вот у нас разрез идет. А вот у нас пружинка вовнутрь закручена. И вот эту закрученную и завернутую часть вставляем вот сюда. Вставили. Поджали отверткой. Вот так вот. Теперь берем бочоночек и вот так вот одеваем, чтобы вот эта вот часть пружинки она легла вот сюда, на этот бортик. Вот так вот, раз. Одеваем до конца. Так вот, поджали. Держим и пробуем пружину. Видите, она слабая. Берем и крутим бочоночек на пружину. Вот так вот. И пробуем. Пружина должна быть не сильно тугой и в то же время не сильно слабая, чтобы она могла подтянуть нитку. Вот так вот сжимаем, держим и ищем наш винт. Вот так вот. И закручиваем. Подтянули. Также положили на стол и отверткой затянули. Аккуратно, чтобы не соскочило и отверткой по пальцам не попало. Пробуем. Вот, я думаю, что нормально. Теперь берем две тарелочки. Берем одну тарелочку, ставим. Вторую ложим тарелочку вот выпуклостью. Тарелочка к тарелочке. Они должны стоять вот так вот. Теперь ставим вот эту вот часть. Это для освобождения нити с перепоночкой. Вставляем перепоночку сюда. А бортик вот так вот сверху. Теперь сюда вставляется пружина. И вот такая вот шестереночка. Гайка-шестеренка. Вот эта часть у нас, ее ставим вот сюда, на нашу резьбу. И вот эта часть, она должна войти в пружину. Вот так вот. И закручиваем буквально на несколько, да наоборот. Ну, чтобы у нас пружина попала именно сюда. Вот так вот. Теперь берем шайба, должна стоять вот такая вот. И берем, ложим вот сюда сверху шайбу. Теперь одеваем наш сам регулятор. Аккуратно, чтобы у нас шайба не соскочила. И у нас здесь вот внутри есть такие выступы. Они попадают сюда в шестеренку и будут крутить нашу гайку шестеренчатую. Ставим, чтобы она вот так вот у нас встала на этот. И здесь стоит не простой, а специальный винт. Здесь у нас вот идет резьба. Закручиваем специальный винт. И хорошо затягиваем. Чтобы она у нас не открутилась. и крутим по часовой стрелке. Тарелочки у нас поджимаются. И смотрите у нас как пружинка. Как стоит. Если вам вот эта штучка, она должна стоять по центру. Можно ее чуть-чуть вот так вот подвернуть, поправить. чтобы она была ровненько и красиво. Видите? Вот. Вот это у нас шпилька для освобождения нити. Поднимаете рычаг подъема лапки. Шток давит вот сюда. И здесь он давит на вот эту перепонку. то, что я вам показывал. Шайба с перепонкой. И он отодвигает пружину. А тарелочки остаются свободные. И нитка освобождается. Выставляем наш регулятор. Вот эту шпильку. Обратите внимание внутри. Вон отверстие у нас. Берем, вставляем эту шпильку в это отверстие. В предыдущем видео эта шпилька не стояла в этом отверстии. И из-за этой шпильки тоже заклинила машина. И теперь берем отверстие вставляем сюда. Вот так вот. Выставляем пружину нашу вот так вот чтобы была на 12 часов. Вот так вот на 12 часов. И затягиваем винт с левой стороны. подтянули. Теперь приподнимаем лапку. Лапку приподнимаем и пробуем тарелочки. Тарелочки у нас освобождаются. Смотрим. Тарелочки у нас освобождаются очень сильно. Тарелочки у нас Значит мы возьмем и немного отпустим и чуть-чуть выдвинем на себя. подтянули. Подтянули и еще раз попробовали. Поднимаем лапку нужно чуть-чуть поддвинуть. Это регулировка. Ну вот прекрасно освобождение тарелочек пошло. И закрываем нашу крышку. Закрутили. Попробовали наш шкивочек. Все крутится. Машинка работает тихо. На этом пока все. Удачи вам!